здравствуйте же мои подписчики на сегодняшний день сложилась так ситуация что люди больше задают вопросом на дешевые ножи чем на более дорогие ну я думаю это связано с чем что сейчас можно допустим ножек стоимости от 500 гривен получить ну практически великолепного качества то есть нож будет иметь подшипники отличную механику все там по центре будет и так далее но есть ножи которые стоят на много дешевле то есть есть ножи по 200 по 150 по 100 и даже меньше 100 гривен и на них также есть спрос люди также их покупают ну и каждый как говорится дорожит своими деньгами и не хочет за любую сумму купить какой-то там откровенный шлаг поэтому возникла идея показать десятку ножей которые можно получить до 200 гривен и не бояться их купить и получить вполне нормальный полноценный функциональный нож и так поехали на десятом месте вот такая вот реплика боевого спецназовского ножа экстрема ратио 8 второпластовые шайбы нож отлично открывается флипует то есть все хорошо никаких люфтов в принципе имеет даже какую-то близкую схожесть на оригинал 10 место получил по двум причинам первое это нож очень тяжелый весит больше 200 грамм лайнеры стальные и за счет стальных также накладок и из-за малого спроса связи наверное с вот этим вот вот такой вот форма странная клинка хотя как по мне так нормальная рабочая форма то есть имеется прямые спуски такой практически грациозный кончик для мелкого нарезания и усиленная половина клинка для тяжелых строгательных работ нормально работает даже клинок по центре по центру и стоит меньше 200 гривен девятое место на 10 на 10 вернее место на девятом месте вот такой вот маленький не сдержался я чтобы не показать какой-нибудь недорогой наключник в районе 100 гривен стоит такой вот няшный малипусик можно даже одной рукой открыть реплика на бекер не жалко повесить на любые ключи даже если поцарапается там какие-то могут усколы сколы быть но блин цена 100 рублей вполне нормально можно открыть и вскрыть какую-то посылочку девятое место восьмое реплика на колл стил туф мини с полусеррейтером есть также плейновая заточка но мне вот нравится больше пол вернее полным серрейтером так вот даже немножко агрессивный получается ножичек прикольно лежит в руке вот моя средняя рука вполне хорошо такая вот кругленькая ручка бочонком обволакивается ладонью и нормально можно даже с усилием что-то делать хорошее покрытие ровненькие даже надписи красивый острый серрейтер фаска снята понятно здесь не какое-то титановое напыление краска вполне стойкая но естественно царапины будут в процессе эксплуатации седьмое место у нас вот такой вот танк от компании lion knives это у нас реплика на quartermaster сейчас посмотрю подсказку как у нас моделька называлась темп лет он как-то так такой интересный малыш решил показать его за счет но чисто по дизайну и его толщине то есть очень тоненький но толщина его меньше сантиметра я думаю где-то ну как две три банковские карты единственный минус что одной рукой но практически нереально открыть нужно 2 вторым пальцем указательным помогать ну возможно но с трудом лучше всего конечно двумя руками рапластовые также шайбы прикольно сделан черненький такой если убрать отсюда клипсу то вообще будет тонюсенький можно положить любой кармашек кошелька и нормально он там будет себя чувствовать и много места не занимать следующий реплика колл стилки лайт 4 дешевая реплика ценник всего 135 гривен и мы получаем в принципе нормальный рабочий ножичек понятно что его свойства не будут такими вот классными как ножей там 600 гривен плюс здесь простенькая железка будет не лучше я думаю чем на кухонниках за 100 гривен но тем не менее очень легкий с клинком 95 кажись миллиметров можно открывать как from флиппер как флиппер за шпинек второпластовые шайбы пластиковая ручка дешевый замком liner lock не вполне можно себе им пользоваться следующий также реплика на экстрема ратио прикольно здесь уже у нас стоит доводчик вот такая вот пружина флипует даже с легким нажатием указательного пальца пружина свое дело делает и такого с характерным таким вот щелчком грозным интересно сидит в руке нож парашютистов я бы конечно его с собой не взял прыгая с парашютом надеюсь что разрежу любой канат но взять в поход на рыбалку с ножек меньше 200 гривен даже в пьяном угаре потерять не жалко и вполне себе можно резать следующее это у нас получается шестое место реплика на бенч мэйт с кирмиш если мне память не изменяет то нож давно уже снят с производства но есть реплики дорогих реплик не встречал а вот такая вот 195 гривен стоит с полусирейтером чисто попал десятку за счет своего за счет своего дизайна и того что оригинал уже не выпускается вполне нормальный ножик второпластовые шайбы легко открывается полусирейтер фрейм лог и открывает тройку у нас вот такой вот малыш также с ассистом это у нас практически оригинальный бренд называется lion knives ножи они свои в основном копируют у известных производителей в данном случае у нас одна из моделей CRKT такая вот белая клипса лайнер лог никакого люфта ни продольного ни поперечного пружинка делает свое дело у нас здесь практически по центру даже клинок с небольшим нажатием с таким не сильным отлично флипует нож для средней и малой руки прикольно заполняет ну реально с ценником по моему он там 201 или 205 гривен стоит так вот шипфуд вполне себе красивый удобный ножичек реально не стыдно и второе место у нас вот такой вот так же небольшой малыш карапуз практически питбуль это у нас американский бренд mtech делается он в китае и сказать что это реплика либо завод и делает для mtech эти ножи я не знаю честно говоря их там в китае хрен поймешь вот они там каждый второй говорит у нас оригинал это слив завода и так далее но сделан очень хорошо покрытие это у нас уже битбласт это у нас не краска будет гораздо дольше держаться чем обычное черное покрытие пластиковая накладка лайнеры стальные хорошая надпись ровненькая красивый серрейтер острый фаски сняты хорошо сделан прикольно прикольно сидит в руке такой вот у нас ворнклифт ворнклифт флипует отлично маленький плавничок что мне очень понравилось он даже под углом но с не сильным прикасанием отлично выстреливает гордое второе место и первое место открывает реплика АК-47 большой нож 95 мм клинок также с ассистом здесь у нас вообще еле-еле я нажимаю пальчиком и клинок страгивается отлично вылетает хорошо сидит в руке вот так вот выглядит конечно можно приколопаться во всех ножах то есть есть какие-то маленькие-маленькие царапинки по рукоятке практически хендмей первое место занимает за счет плавной механики отсутствие каких-либо люфтов второпластовые естественно шайбы ну а что вы хотели подшипники за 195 гривен и полноценный в принципе практически большой клинок так что вот так ребята если вам нужен нож до 200 гривен вполне могу рекомендовать любого из этих красавцев надеюсь обзор был полезен интересен подписывайтесь на наши группы в соцсетях всем спасибо за внимание пока до новых встреч пока до новых встреч